Развод по-американски, почему Трамп решил отказаться от ядерного оружия, корреспондент, Украина. Дмитрий Воронков, корреспондент, Украина. 29 апреля 2019 года. Очень странный и неожиданный месседж со стороны Трампа о полном ядерном разоружении во всем мире. В частности, с таким предложением глава Белого дома обратился к лидерам России и Китая. С учетом жесткости и в некоторых вопросах даже радикализме Дональда Трампа, это не совсем вписывается в его привычную политику. Вспомнить хотя бы выход из договора РСНД, удары по Сирии, угрозы КНДР, стену, на границе с Мексикой, или вот из последнего, выход Вашингтона из международного договора о торговле оружием. Больше того, до этого Трамп, напротив, говорил о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США. Все эти шаги и заявления отнюдь нельзя назвать миротворческими. И теперь вот такой поворот. При том, что я больше чем уверен, что Штаты первые же отказались бы от ядерного разоружения в практической плоскости. Соответственно, выглядит весьма загадочной смена радикальной риторики Трампа в сторону миротворческой. Вообщем ситуация в чем-то схожа с украинским сценарием, когда некоторые кандидаты намеренно строили свою предвыборную кампанию на аналогичных с Петром Порошенко постулатах о сильной армии, европейских ценностях и защите суверенитета. Возвращаясь к теме США, прогнозы делать рано, поэтому буду оценивать лишь сегодняшнюю ситуацию. На мой взгляд, есть существенные риски того, что разрыв между Трампом и Байденом будет увеличиваться в пользу Джо, как минимум по причине блокирования Конгрессом большинства предвыборных инициатив Дональда Трампа. У и, конечно, американцы вряд ли забудут про шатдаун. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.